Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Около трех миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории республики в течение восьми лет. В Корчай-Черкесе наблюдается стабилизация ситуации по COVID-19. В Хабезе завершается реконструкция участка автомобильной дороги Черкесск-Хабез подъездом Цуархыз и семь медалей мирового первенства в копилке республики. Далее подробно. В Корчай-Черкесе действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из республики участников специальной военной операции. Руководитель региона Рашид Тимрезов отметил, что эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семьи военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Так, в частности, родители дошкольников освобождены от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции, а также получать бесплатные направления в детские лагеря. А дети постарше могут в первоочередном порядке претендовать на целевые места в медвузах. Для них определено первоочередное зачисление в СУЗы. Для пожилых членов семей или лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное соцобслуживание на дому. Меры соцподдержки включают и внеочередное обслуживание в поликлиниках, сокращение сроков ожидания плановой госпитализации до одного дня и ряд других мер. Кроме того, все участники специальной военной операции освобождены от транспортного налога. Около 3 млн квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачао-Чекеси до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 млн 680 тыс. квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средняя обеспеченность населения республики общей площадью жилых помещений значения 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 млн 700 тыс. квадратных метров жилья. Министр сельского хозяйства региона Анзор Баташев побывал на Карачао-Чекесском сахарном заводе. Вместе с руководителем предприятия Андреем Буклей осмотрели производственную площадку. Ежегодная выработка сахара составляет от 16 до 19 тыс. тонн. Завод, на котором в сезон работают более 300 человек, ежедневно отгружают тонны продукции. На сегодняшний день на предприятии заготовлено более 110 тыс. тонн сырья. Переработано 90 тыс. тонн сахарной свеклы. Выработано порядка 9 тыс. тонн сахара. Сырье на завод поставляется от местных аграриев. Площадь под сахарную свеклу увеличивается по оперативным данным. В текущем году уборка урожая планируется на площади почти 5 тыс. гектаров. Ежегодно с сиклосеющим хозяйством региона оказывается государственная поддержка в виде субсидий на развитие сиклосахарного производства. Вопросы профилактики природно-очаговых инфекций рассмотрены на заседании Санитарно-эпидемиологической комиссии Республиканского центра. Заместитель мэра Черекеска Елена Йенсен-Данильчук отметила важность проведения эффективных противоэпидемических мероприятий для обеспечения санитарного благополучия горожан. В перечень природно-очаговых инфекций входят несколько десятков опасных заболеваний, в числе которых чума, сибирская язва, бешенство, тулеремия, крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз. Отмечено, что основными резервуарами возбудителя обозначенных инфекций являются мышевидные грызуны, дикие домашние животные, а переносчиками – насекомые и членистоногие. Периодически в республике регистрируются эпизоотические случаи заболевания домашних и диких животных бешенством и бруцеллозом крупного рогатого скота. В прошлом году в регионе был зафиксирован один случай заболевания лихорадкой западного Нила. Что касается сибирской язвы, почвенные очаги, которые имеются в регионе, последний случай заболевания в Карачао-Чкесии регистрировался в 90-е годы. В республике наблюдается стабилизация ситуации по COVID-19. Последние две недели количество новых случаев инфицирования в сутки не перевышает 10. А в инфекционном отделении на базе Черкесской городской клинической больницы проходят лечение 6 пациентов. Такие низкие показатели в последний раз зарегистрировались в конце июля этого года. Вместе с тем на протяжении последних двух недель в республике на стационарное лечение не поступали несовершеннолетние больные коронавирусной инфекции. Карачао-Черкесская инфекционная клиническая больница, где ранее располагалось детское ковидное отделение, сегодня работает в штатном режиме. Но всегда готова при необходимости оперативно принять маленьких пациентов, больных COVID-19. Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Черкес-Хабес подъезд к Мцуар-Хыз, которые велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», находятся на финальном этапе. Капитальный ремонт участка общей протяженностью 5 километров начался весной этого года и за эти месяцы выполнены работы по замене земляного полотна и устройству нового двухслойного асфальтобетонного основания дороги. Весь основной объем уже завершен и на сегодняшний день на участке выполняются работы по обустройству, то есть нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, а также остановочных пунктов и парковок. Завершить все работы и ввести участок в эксплуатацию планируется 1 декабря текущего года. В селе Джага Малакарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии республики Медины Ваташевой. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работа началась весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводится в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек их домовладения приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Жигутинском районе, рассказывает директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет, книги. Курорт Архиз вошел в число лучших спортивно-туристических кластеров России и СНГ. В Сочи прошел международный форум, посвященный горному отдыху и внутреннему туризму, в рамках которого определили лучшие курорты страны и Содружество независимых стран. Участники форума ответили, что Северный Кавказ демонстрирует поступательное развитие курортов и территорий вокруг. На них проходят всероссийские соревнования по горным лыжам, сноуборду, маутинбайку и горному бегу. Как справиться с тревогой и поведить страх? Что такое арт-терапия и дыхательные практики? Об этом и многом другом. Студентам Северокавказской государственной академии рассказали в рамках проекта «Умный маршрут» от Всероссийского общества знания, который в прошлом году возродил президент страны. На этом маршруте школьники и студенты получают уникальную возможность пообщаться с профессионалами из разных сфер деятельности. Тему продолжит спикер проекта Владимир Варнавский. «Именно эти ребята знают, что медицинское образование очень подвержено стрессу. Каждая наша сессия – это не то чтобы тревожность, это колоссальный стресс. А потом им придется выходить в поликлиники, в больницы и работать с пациентами, что, конечно, тоже большой стресс. Поэтому я очень счастлив, что мы сегодня здесь, и будущие доктора научатся справляться со своей тревогой и стрессом, потому что прекрасно помню себя, нас этому не учили, и было очень трудно первый год работать». На минувшей неделе Оригинальное Министерство культуры организовало для детей, мобилизованных из Корчаочекесии, бесплатные показы мюзикла «Волшебники изумрудного города». Сотрудники Детского музыкального театра Государственной Республиканской филармонии окунули маленьких зрителей в атмосферу сказки и еще раз напомнили, как важно делать добрые дела, рассказывает министр культуры Республики Зураба Гирбов. «Очень приятно, что мы можем этих детей порадовать, отвлечь их от каждодневной суеты, может быть, позволить им немножко меньше скучать и наслаждаться теми чудесными произведениями, которые мы специально для детей создавали. У нас в филармонии работает активно детский музыкальный театр. И как раз новая постановка, мюзикл «Волшебник изумрудного города», он и создан для того, чтобы показать новые возможности филармонии. Мы для себя поставили большую задачу, чтобы учреждения культуры сегодня со своей стороны поддерживали семьи мобилизованных и наша сеть, наши услуги, наши продукты, чтобы были им очень доступны. Начинаем мы с филармонии. В ближайшее время будет организован благотворительный концерт. Средства, собранные на котором, будут отправлены на фронт для приобретения необходимого для мобилизованных. И так культура, как и во все тяжелые непростые времена, будет свою важную роль играть. Ну и в завершении выпуска новости спорта. Семь медалей мирового первенства в копилке Карачао-Черкесии. В Казани прошло первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет, в котором участвовало около двух десятков спортсменов из 11 стран мира. В составе сборной команды страны выступили спортсмены республики, которые завоевали семь медалей различного достоинства. Призера Мистаря Алана Чабаеву, Маруздинов, Ануар Чагаров, Азамат Баташев, Ислам Казиев, Ренат, Бастанов и Тимур Тикеев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 12 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова